Этот марафон проводился в Десногорске второй раз. Он стал особенным событием для любителей велосипедного спорта Атомграда. Организовать велопробег получилось благодаря поддержке Организации молодых атомщиков и профсоюзного комитета Смоленской АЭС. Круг полностью 30 километров составляет от фока до источника и обратно. Для участников младшей возрастной группы, это дети, мальчики и девочки до 14 лет, у нас один круг 30 километров. Для женщин, ветеранов и юношей и юниорок получается у нас два круга 60 километров. Мужчины должны проехать у нас 5 кругов 150 километров. Поддержать участников марафона приехали директор атомной станции Павел Лубенский, глава города Андрей Шубин и руководитель ЭЦМ Сергей Печерица. Классные ребята затеяли. Вот ударим велопробегом по бездорожью Смоленщины. Мы с таким лозунгом, мэр сейчас едет, я ему сказал, чтобы плакаты и флаги привез такие. Чего удивляетесь, так будет, да. У нас очень много красивых мест, красивых листных тропок. Я по этой трассе много раз ездил. Это очень хорошо, мне это нравится. Я с удовольствием участвую. Первые руководители города возглавляют такое отличное мероприятие, как веломарафон. Но это нужно попробовать свои силы иметь. Нам, конечно, не 16, даже не 18, но тем не менее мы постараемся не ударить грязь лицом. Своими эмоциями перед стартом поделился юный участник марафона. Я сегодня приехал на веломарафон, чтобы поучаствовать. Готов сегодня проехать 60 километров. Трасса велопробега была не из легких. Велосипедистам пришлось преодолевать бездорожье и размытые дождями проселочные дороги. Самому маленькому участнику марафона 6 лет. Он самостоятельно доехал до Святого Источника. Мне было тяжело ехать, но я справился. Свой отзыв о велопробеге оставил Григорий Шилин. Подъезжаю в первом контрольном посту. Замечательное мероприятие, которое сегодня организовали молодые отымщики. Хорошо подготовили трассу. Спасибо большое. Я сегодня первый раз. Но с камерой освещаю это мероприятие. Мне очень понравилось. Здорово. Победителями стали среди юных спортсменов Анастасия Борщевская, Дмитрий Гуща и Максим Устюгов. Среди женщин стала первой Анна Козлова. В категории мужчины победил Александр Андреянов. Среди ветеранов первое место занял Сергей Печерица. Также в номинации «Сверхмарафонец» второй раз побеждает Алексей Борщевский. Он проехал 180 километров за 15 часов.